Как бы кто ни относился к этому факту, что Путин признан Форбс самым влиятельным человеком, этот факт отменить, к сожалению или к счастью, нельзя. К сожалению для тех, кого условно называют либералами, и к счастью для тех, кого называют пропутинцами. Собственно, я придумал это слово впервые, лет 12 назад, пропутинцы. Так вот, действительно, Путин, представляя одну из самых, в общем, значимых, как ни парадоксально, стран на нашей планете, он не может не играть никакой роли. И я вам скажу больше. Вот мне, как либералу до мозга костей, нужно было бы ненавидеть Путина всеми фибрами души. Мне неудобно было бы признаваться в том, что я, например, нененавижу Путина, потому что я обязан это делать, иначе мне никто руки не подаст. Но факт остается фактом. Путин для сегодняшней России, для того состояния, в котором находится страна, это, прости меня, Господи, наверное, не самый плохой вариант. Потому что я вот сейчас размышляю о том, кто мог бы быть на месте Путина, да, и вижу, что все остальное. Из, возможно, проходимого электорально Зюганов, Жириновский гораздо хуже. Это сразу катастрофа. А из тех, кого я бы хотел видеть на этом месте, скажем, Прохорова или людей типа Прохорова, не проходит никто. Вот такая страна, такой народ. Так что нам, к сожалению, придется мириться с Путиным и придется понять, видимо, одну такую штуку, что Путин является такой центроосновой, стоящей вот в середине этой политической плоскости, которую все ненавидят и которая всех, тем не менее, заставляет апеллировать к себе. Все к нему обращаются. И справа, и слева там, и консерваторы, и прогрессисты. Потому что так уж вышло. Путин в этом виноват. Не Путин. Зачищал он политическое пространство или не зачищал. Но факт остается фактом. Это огромная величина, которая... Ну, эту гору никак не объехать, и нам придется под сенью этой горы жить. Другое дело, насколько она прочна и сколько еще простоит. Продолжение следует...